Ух и снег-то плотно, ребята. Плотненько. Эти сто метров мы будем с вами, но я думаю проблематично и долго проезжать. Надо идти за Нивой. Вот смотрите, приехал по джерек Николай. Короче, мы там не смогли проехать три УАЗа. УАЗ-завода в плен меня взяли. Миша на УАЗе. Так, приехал, видите, у нас 35 этапки на УАЗе. Вот эта тема, реально тема. А ширина какая? 325,75. 325,75,16. На механике, правильно же я помню, на механике. И едет вообще прекрасно. Задняя блокировка электрическая, передняя есть пневматическая, но еще не подключим. Вот родные колеса и вот колеса УАЗ с электроблокировкой задней, давление 0,8 и творит чудеса. У нас вторая часть, мы покушали, попили чаю. Вроде минус 7, ветер хороший, аж вот переметает моментально колейность. И у нас по плану километр проехать по заснеженному полю через лес на другую дорогу. Там будут два подъемчика у нас интересных. Так, УАЗ у нас травленный и Невасик. Ну, как видите, что сложновато. Вот так вот мы как можем. Так, мы с вами утонули, просто утонули, ехали, ехали и провалились. Метет, колонна автомобилей, вереница. Все едем за приключениями. Чем ближе к посадке, вот как я, вот видите, передний бампер просто провалился. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так. Так, пока едут у нас УАЗы и вот Дима на ней молодец. Так, резина травленная. Николай, как успехи? Едем? Пока едем. Пока едем? Только вопрос, там дорога налево, там вообще снега что-то метр два засыпано. Живек пробьется. Ну, я надеюсь, вот, вся колонна здесь. Будем продвигаться дальше. Приехали мы до поворота. Теперь нам нужно проехать вдоль посадки. Вдоль посадки снега вы не представляете. Вот шевик подготовленный. Я иду на 10 сантиметров, наверное. Вот я по нему двигаюсь. Вот это вот самое интересное, нужно проехать. Дальше вроде бы следы есть. А потом будет подъем. Выше профиль колес. Кливец тем самым вы увеличиваете. И автомобиль намного проходимее. По песку, по снегу колеса нужно травить 0,5-0,6. Но на данный момент бетет, и руки замерзли, и не хочется этим травиться. Потому что мы как бы в группе катаемся, ну, другу помогаем. Ну, вот тем самым набираемся, ну, хорошим опытом езды по бездорожью, ребята. Поэтому приезжайте, участвуйте. Ну, интересно. Будем бить. Ну, я думаю, здесь мы надолго. Эмоции, расскажи. Сегодня вообще просто супер вообще. Мы сегодня столько накопали вообще. Да, накопали, и ты чувствуешь, что ветер увеличился. Да, и, кстати, я приехал, когда я травился до 1,2, она сразу у меня застряла. Сейчас травился меньше единицы. И вот сейчас едем пока. Да, мне вот, я говорю, я единицы травился, и как бы тоже был удивлен от своей тачки. Нормально, прям гребет и удивительно. Ну, правда, это прошлый выходной снег какой-то рыхлый был. А в этом, знаете, вот выходной жесткий стал снег. Сухой, да. Да. УАЗ провалился. Ну, и, сами понимаете, такую массу выдернул. Сейчас Дима будет выдергивать. Ну, и заодно проверен динамический трос от компании АВС. Заявляет, что он хороший, сильный. Вот. Только сейчас мы дергали и порвали другой. Вот сейчас попробуем от компании АВС. Нагрузка сейчас будет бешеная. Славить. Сейчас трос подчеркиваю. Подождите. А, нормально, нормально, нормально. Я, честно сказать, упал в снег. Но съемку не прекращаю. Ну что, могу сказать. Трос держит нормально. Так что, смело рекомендую. Обычно, все товары, которые я, ну, можно сказать, рекламирую, всегда проверяю на себе. Пытка у нас не увенчалась успехом. Мы так и не проехали. Сейчас метет, заметает. И, между прочим, МЧС прислала сообщение, что трассы перекрывают. Вот такие дела. Не знаю, сейчас еще раз попробуем с разгона. Наверное, будем, ребята, разворачиваться. Потому что, если такой автомобиль засаживается здесь, нам здесь делать нам мяч. Ну, хотя все это спорно. Все зависит от удачи. А удача это самое-самое первое, что должно нас двигать. Сейчас пробуем последний раз. У вас разгоняется. Если не проезжает, разворачиваемся. И поедем уже в обратную сторону. Вот, покажи, сколько снега там, да? Вот на уровне, если стоять. Ну, метр есть? Есть метр, да. Вот реально, метр здесь по-любому есть. Там еще проваливается. Переметы. Здесь надо полтора метра. Вот. Поэтому, дело к вечеру, наверное, мы разворачиваемся. Решили уже наоборот. И вот человек стоит, представьте. Вот такая ситуация у нас. Все, Дим, разворачиваемся, да? Да, сочу. И обратно поедем. Уже темнеет. Ну, скажи, затрос. Отлично. Рывал со всей дури его. А он не рвется. То есть, как бы не стыдно за него говорить, да? В принципе, нет. Хороший. Он, во-первых, эластичный. Он прям вообще рывков нет. Классный. Ну, отлично. Результат есть. Да, результат есть. Ну, как бы можно помучиться, но не нужно. Кататься, покатались. Да, покатались. Разворачиваемся. Ну, все, помчались. Там почти не заметно. На этом, наверное, покатухи наши закончились. Всем спасибо, что посмотрели ролик. Насыщенный день. Открытие день рождения. Покатались, попили чаю. Много новых участников. Ветрище, конечно, кошмарное. Не знаю, как микрофон справится, нет. Вот. Поэтому мы домой. На шевике антифриз побежал. Где-то перегрев, наверное, у предохранителя. Как только остановился, так сразу прилип. По рации, товарищ говорит, колесо проделал. Мы подъехали. У него заводской домкрат поднял и со шлифтов сошел. Я приехал, у меня тоже заводской домкрат с машины шел. Поднимаем и домкрат тоже самое. Со шлифтов съехал. Поэтому этим домкратом доверия, ребята, нет. Нужно возить другие. Я им никогда не пользовался. Вроде завод должен быть. И вот подняли. Ладно, никого под машиной не было. Просто там расслезывал. По рации связались. Ребята подъехали. Сейчас домкрат. Вот домкратом поднимем, поменяем. То есть опять о сплоченности коллектива. Что хочу сказать. Все молодцы. Ну все. На данный момент. И пока. Субтитры создавал DimaTorzok